Наше общение с Виталием Кулиничем состоялось в его рабочем кабинете. По долгу службы начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям всегда должен находиться на посту. Немало профессиональных вопросов приходится решать ему в достаточно сжатые сроки. И это нисколько не умаляет важности тем, с которыми к нему приходят на прием граждане как к депутату. Депутатская работа идет параллельно с работой как начальника городского отдела. Это несложно, может быть больше информации поступает от людей, больше открытости от людей, чем человек пришел в форуме и когда пришел депутат, больше люди рассказывают, больше говорят. Обращение людей по линии депутатской тоже связано с вопросами обеспечения безопасности. Безопасность по проживанию, безопасность детских игровых площадок, безопасность по предупреждению и рекреации чрезвычайных ситуаций. То есть это идет все параллельно. Чрезвычайная ситуация у каждого своя, с долей юмора подмечает Виталий Григорьевич и добавляет. Если человек идет к депутату с вопросом, значит он хочет быть услышанным. Как правило в центре внимания благоустройство. Например, еще осенью к депутату обратилась администрация средней школы номер 26. Дорога, ведущая в учебное заведение, сильно поизносилась. Ямы в асфальте доставляли неудобства как пешеходам, так и водителям. Благодаря помощи Виталия Кулинича частичный ремонт был проведен. К устранению еще некоторых дефектов дорожники приступят в ближайшее время. Ситуация с подъездом у нас ежегодно очень критичная, потому как машин много, а дорога единственная, здесь она обслуживает, это дорога, и дома соседние. Поэтому выбоин было много, вопросов было много. При обращении к депутату подсыпка была сделана, ну, залатали определенные ямы, выбоины. Но после зимы немножечко сейчас появилось, мы опять обратились к тем же вопросам. Ситуация держится на контроле, и я думаю, скоро это все опять будет отлажено даже очень хорошо. Продолжая тему благоустройства, стоит упомянуть и детскую площадку, созданную при поддержке МЧС в одном из дворов по улице Махновича. Интересно и современно. Тематическая зона стала излюбленным местом для ребят района. Помогая и поддерживая ребят в их интересах к системе МЧС, в Бресте при поддержке городского отдела по чрезвычайным ситуациям и лично Виталия Кулинича функционируют классы профессиональной направленности. И это только часть той большой работы, которая проводится для того, чтобы сделать жизнь в нашем городе качественной и безопасной. Большую помощь в работе депутата оказывает Брестский городской исполнительный комитет и городской совет депутатов. Практически ежемесячно я провожу такой обход территории округа. То есть можно посмотреть, где может быть сломана лавочка, или где требуется ремонт дорожного покрытия. И вся эта информация передается в городской исполнительный комитет, в городской совет депутатов. И уже дальше проводится работа по ремонту.